Вот смотрите, если, допустим, вам не нравится влага, что это значит? Что надо лечиться влагой. Если вам не нравится солнце, что это значит? Надо лечиться солнцем. Именно лечиться, а не просто много быть на солнце. Понимаете, разница колоссальная. Сейчас мы будем об этом говорить. Если... А? Что? Что? Молнии боятся. Надо лечиться молниями, значит. Мы говорим с вами о стихиях, а не о конце света. Понимаете? Что такое стихии? Это естественные факторы природы, которые существуют на Земле. Молнии — это естественные факторы природы? Нет, это уже экстрим. Ну, для кого-то, конечно, это естественные. Так, допустим, в фильмах некоторых показывают. Молния так прошла, так вот, через него так вот, и стал ясновидящим сразу. Может быть, для кого-то это естественные факторы природы? Ну, в основном, для всех это причина смерти. Ну, например, я недавно летел из Европы в Белоруссию через Литву. И когда мы садились в Вильнюс, то там, когда грозовая туча, то туда нельзя заводить самолет, потому что там вот эти электрические разряды, они создают сильную разряженность воздуха. То есть там очень сильно меняются воздушные потоки, очень сильно. И мы как-то, ну, как-то пилот, видно, не ожидал, что-то не рассчитал возможности, силы, потому что, в общем-то, не было грозы. Была нормальная погода. Но он влетел прямо именно в грозовую тучу, в самую середину. И самолет начал вот так колбасить. Он реально не вот так вот, а прямо вот так. И он еще падал вверх-вниз вот так. Вот так. И все в самолете заорали. И я тоже. Страх охватил все существование. Все закричали. Никакого лечения в это время не происходило. Это просто стресс. И потом, я когда вышел, у меня была слабость. Было плохо. Никакого лечения, никакой лечебный фактор. Я грозы от тучи как бы не воспринял, не почувствовал. Это смерть. Смерть. Мы говорим о жизни сейчас. И жизнью является воздух, вода, солнце. Не тропическое для нас, а наше. Вот. Ветер. Не шторм, а обычный ветерок. Вода. Не вода северного ледовитого океана, а вода просто Подмосковья. Понимаете? То есть мы не берем экстремальные факторы. А мы берем обычные в нашей жизни. Итак, слушайте меня внимательно. Смотрите. Допустим. Солнце. Если человек сильно перегревается на солнце, он может вылечиться солнцем. Но солнце, в этом случае, он должен учиться контактировать с ранним восходящим солнцем. Оно является самым здоровым. Также ранний восходящий ветер является самым здоровым. Но вода, она является самой здоровой, когда ближе к полудню. То есть вода лечит, полуденная вода лечит, но солнце восходящее. И ветерок тоже утренний. Земля лечит точно так же, ближе к полуднюю, не ранняя, не утренняя земля и не вечерняя земля. То есть есть две холодные стихии. Это вода и земля. Две холодные стихии лечат, когда есть тепло. И есть две горячие стихии. Это огонь и воздух. Они разогревают человека. И разогревают. Есть разное увеличение движения, просто создаёт холод. Кажется, что это холодно. Но на самом деле движение в организме увеличивается от воздуха. И также солнце увеличивает внутреннее движение в клетках. Поэтому это увеличивает активность в организме. И эти две стихии, которые увеличивают активность, надо лечиться ими, когда больше холода в атмосфере, а не жары. Понятно, да? Чтобы был баланс. Для лечения нужен баланс. То есть мы рано утром лечимся солнцем, когда оно восходит. Как мы лечимся? Мы встаём перед солнцем, думаем о Боге, читаем молитву, закрываем глаза, направляем своё лицо к солнцу. И вслух читаем молитву, слушаем голос наставника, вместе с ним молимся. В это время ещё лучшее, если вы будете стоять в воде. В тёплой воде. Ну, если вы совсем уже не можете солнце переносить, тогда в тёплой воде. Или просто после душа. Допустим, вы принимаете прохладный душ и идёте, или приняли ванну прохладную, потом идёте на солнце. Для того, чтобы солнцем лечиться, человеку нужна вода. Для того, чтобы снять вот этот чрезмерный жар в теле. Если вы совсем не переносите солнце, как это выражается? У вас повышенный жар в теле. Раз. У вас гастриты, холециститы, бронхиты. Два. У вас различные воспаления. У вас вы гневливый или обидчивый человек. Это всё энергия солнца. У вас не хватает чувства собственного достоинства. Постоянно, как бы вы... Или наоборот, его избыток. Вы постоянно всех хотите раскритиковать. Это признак плохого контакта с солнцем. Контакт с солнцем устанавливается рано утром. И если у вас очень много солнца, нужен кратковременный, очень интенсивный контакт. То есть солнце восходит, вы встаёте после душа прохладного, встаёте на солнце, закрываете глаза, читаете молитву и делаете это в течение, допустим, 7-8 минут каждый день. Эффект потрясающий. Все ваши уйдут очень скоро, все ваши обиды, гнев, воспаление. То есть это очень сильное лечение. Часто люди думают, что сильное лечение – это таблетки, прогревание, там, всякая ерунда. Но гомеопатические дозы природы, которые не требуют большого времени, действуют в тысячу раз лучше всего этого. В тысячу раз лучше просто. Если вот те факторы болезни, которые я перечислил, воспалительные процессы в организме в постоянный раз, очень жарко, гастриты, вы не можете есть острую пищу совсем, у вас кожные болезни, аллергии – это всё признак вот этого чувствительности к солнцу. Солнечная энергия так вызывает. Сильная эмоциональность, руки всегда мокрые, то же самое. Если человек сильно потеет, это означает повышенный контакт с солнцем. Если вы чувствуете от жары вялость, слабость – то же самое, тоже туда же, да, или вы чувствуете солнечный удар, давление сильно повышается от жары – это всё одна и та же песня. Лечится очень просто. Рано утром, когда солнце восходит, вот только начало восходить, вы под тёпленький душик встаёте, и с влажными волосами, мокренькие, как бы, ну, можно вытереться, лучше на балкончик, а ещё лучше на землю, на улицу, не бойтесь никого, пускай вас считают сумасшедшим. Вы сразу примите этот факт, как бы, в своей жизни. Запомните, люди, которые двигаются в благости, все почти выглядят немножко сумасшедшими. Если солнце не видно, это уже тяжелее. Но это тоже нормально, вам надо просто о нём думать. Ребёнок тоже, да, можно вам думать, он будет лечиться. Вы берёте так вот, настраиваете его, ставите, и он получает то же самое. Сколько стоять? Самый главный вопрос. Вот, смотрите, надо стоять столько, чтобы вы почувствовали спокойствие и расслабление. Всё, дальше стоять нельзя, потому что будет перегрев. От шести до девяти минут. Витилиго то же самое. Нет, это другое, я сейчас буду об этом говорить. Тоже солнцем, но по-другому. А? Лучше босиком. Но зимой босиком не получится. Зимой тоже можно солнцем лечиться. Сколько месяцев стоит магия? А? Сколько месяцев? Дрога стоит. Это хороший вопрос. Знаете, как стойте? Семь дней стойте, семь дней отдыхайте. Делайте так три цикла, смотрите на результат. А зарядку это может быть? Нет. Просто стоять и с закрытыми глазами молитва, неподвижное положение тела, солнце восходит. Вы его воспринимаете, достигаете расслабления. Всё. Ваша такая практика. Ребёнок просто у вас на ручках. Он от вас будет брать спокойствие, ребёнок. Суставы давайте не будем. А? А? Да. Да. Нужно настроиться на него и верить, что оно вам поможет. А всё время оно до этого вас мучило. Просто устанавливать с ним правильные отношения, поверить в солнце. Поверить не означает поменять веру свою, означает установить отношения. Мы должны со стихиями установить правильные отношения, означает гармония. Также следует знать, что чувствительные к солнцу люди не имеют права так делать долго. Потому что в этом случае они ещё хуже себе сделают. То есть мы договариваемся, что вы это делаете до 9 минут максимум. Но цель ваше расслабление, вы чувствуете вас расслабило. Всё, дальше не стойте, потому что дальше будет перегрев. Это тонкий перегрев. Нет. Как бы идея такая, что вы чувствуете, что солнце есть. Если, допустим, давайте так, если, допустим, тучи, дождитесь, когда их нет. Пускай это будет днём. И как бы днём, если солнце плюс тучи, оно заходит-выходит, это тоже не сильное солнце. Лучше всё-таки чувствовать солнце именно, а не тучи. Найдите солнечный день в любое время, лучше утром, если солнце восходит. Самое лучшее. Нет возможности днём, вечером не надо, когда заходит, не надо. Это не хорошо, это плохая энергия, солнце вечернее. Только день и утро. Вот такая техника. Следующая техника. Если вы мёрзнете, если вам холодно постоянно, если у вас медленные мысли, если у вас спазмы в теле, если у вас не хватает сил, вы очень, как бы, у вас очень мало энергии, то тогда вы на солнце в течение 25 минут где-то делаете гимнастику. 20-30 минут делаете гимнастику на восходящем солнце. Есть такая гимнастика, называется Сурья Намаскар. Она именно для таких людей предназначена. Ослабленное тело, нет сил, холодно. Женщинам часто так бывает. У женщин часто такие вещи бывают. Вот для женщин это гимнастика, сумма для Намаскар, в которых нет сил, холодно, пища не переваривается, кушать ничего не можем, аппетит ослаблен, иммунитет слабый, постоянной простуды, гиподинамия, нет энергии, головные боли. Вот это всё означает, что человеку надо на восходе солнца, когда его солнце восходит, делать вот эту гимнастику Сурья Намаскар или любую другую гимнастику. Желательно, чтобы играла духовная музыка в это время, чтобы вы наполнялись этой духовной силой, потому что во время гимнастики молитвы читать не сможете, будете задыхаться, вы дышите просто ровно, можете в уме думать о молитве и слушать её, и смотреть, ну как бы к солнцу обращать свою гармонию, свою любовь, понимаете? Солнце для нас не чужое, оно всё-таки нам даёт энергию радости всю жизнь, мы должны научиться с ним контактировать. Понятно? Следующая стихия — это воздух, ветер. Со стихией воздуха нужно контактировать в том случае, если человек чувствует, что у него слабое сердце, он задыхается, у него астма, у него гиподинамия, ну то есть он просто лень двигаться, гиподинамия, потому что он ленивый по себе, по природе человек, у него нет... Или просто он ведёт очень сидячий и неподвижный образ жизни, такой, что он не ленивый, но ведёт сидячий и неподвижный образ жизни. В этом случае он должен рано утром, вот именно утром, он должен делать пробежку, бегать, просто бегать. Или идти быстрым радостным шагом. Но лучше лёгкий бег. Бег всегда лучше, чем даже быстрая ходьба. Лучше бег, бежать так, как вам нравится. Не смотрите на окружающих людей. Также не бойтесь бегать в Москве. Не надо думать, что Москва — это грязное место. Запомните, любой город рано утром полностью очищается, вся энергетика становится чистой. И если это не шоссе и не садовое кольцо, то просто дворы какие-то, можно бегать по кругу, допустим, где-то там вокруг дома. Главное, чтобы это не была прямая дорога, вот чтобы там в это время прям машина ехала и газ выхлоп шёл. Но просто там, где есть деревца, это более-менее чистое место. Знайте, что в вашей квартире всё равно будет грязнее, потому что там меньше кислорода, меньше вот этой вот раны психической энергии. И поэтому смело бегайте прямо в Москве. Я когда жил в Москве 8 лет, я по утрам бегал в Москве. Нормально чувствовался, отлично. Вот смотрите, сейчас объясню. Если вы хотите лечиться, то бегать надо утром. И бегать много не надо. Для того, чтобы лечиться, человеку достаточно бегать всего 25-30 минут. Даже от 15 до 30 минут всё достаточно, больше не надо. И это делать не надо каждый день. Раз в три дня достаточно, и у вас всё будет восстанавливаться очень хорошо. Люди в страсти знают, чем занимаются. Если побежал, то до последнего. Понимаете, здоровье означает баланс. То есть надо бегать немножко совсем. Начинает 15 минут, заканчивая 30. Всё, больше не нужно. Это для здоровья. Теперь, если вы хотите снять психическое напряжение с себя, то есть вы не можете заснуть, допустим, да? У вас очень сильный стресс какой-то, да? И вы чувствуете, что движение вам помогает. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Тогда можно бегать вечером, но совсем мало. Допустим, 20 минут максимум. Просто лёгкого бега. И если вы будете бежать дольше, вы просто перевозбудитесь и спать не сможете. Понятно, да? Лечиться утром, снимать напряжение. Вечером с чем разница между лечением и снятием напряжения? Лечение глубоко напитывает организм. Лечение – это также питание. Понимаете? А снятие напряжения – это просто восстановление себя. Это мы убираем что-то. Лечение – это мы что-то добавляем новое. А снятие напряжения – вечером мы что-то убираем ненужное. А утром мы добавляем новое. Мы берём что-то новое. Вот в это лечение означает получить новые силы. То есть силы человек получает только утром. Нет, после пробежки можно сразу почти есть. Она активизирует пищеварение. Через 10-15 минут. А можно Сурино-Маскар с пробежкой совмещать? Да, можно Сурино-Маскар с пробежкой совмещать. Нормально. Лучше сначала Сурино-Маскар, потом пробежка. Как? Можно вообще в 5 бегать. Без проблем. А сколько времени? Но только в это время, когда вы побежите по Москве в 5 утра, я просто имею опыт. В это время вы встретите тех, кто только спать пошёл. Они как раз в это время идут спать. Так что смотрите, встречи могут быть не очень приятные. Ну ладно. Всё, 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 всё. Движемся дальше, потому что вы устаете. Когда мы муссируем только одну тему, люди уже с ума начинают сходить. Двигаемся дальше. Значит, стихию солнца разобрали, стихию земли, стихию воздуха разобрали, стихия земли. Лечение стихии земли происходит в ясную погоду, когда солнце достаточно сильное. На восходящем солнце, начиная от 10 до 12 дня, лечение с землёй происходит в результате гуляния по земле. Гулять по земле нужно 25-30 минут. Больше не надо, иначе человек пересыщается. Просто босиком ходить там, где есть деревья. Перенасыщается, это означает, что он может, вот допустим, женщина может получить заболевание придатков, допустим, воспалительные. Ну то есть, лишняя энергия земли переохлаждает на тонком плане организм и способствует развитию воспалительных процессов. Нужно гулять, пока не расслабится тело. То есть, вы по земле гуляете, чувствуете комфортность, вам стало, сначала будет неприятно. Вы гуляете, сначала неприятно, потом стало комфортно, всё, заканчиваете. Но до комфортного состояния, чтобы было приятно, нужно во время этого движения думать о молитве, думать о желать всем счастья. Энергия земли нужна женщинам для того, чтобы забеременеть. Энергия земли нужна мужчинам для того, чтобы спать нормально. То есть, у мужчин нарушен сон, нужна энергия земли. У мужчин не хватает покоя внутри, постоянно мысли, 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 мысли. Нужна энергия земли. Она снимает лишнюю мысль, ненужную мысль уводит, у женщин улучшает гормональные функции, делает женщин спокойными и красивыми. Это надо ходить с 10 утра до 12 дня. Если вы ходите во второй половине дня, этого эффекта не будет. На восходящем солнце лечение происходит. Да? А зимой ходить в обуви. Ходить в обуви, но вот по снежочку. По песку на пляжище лучше. Соединение солнца, воды, земли, блестящий результат. На восходящем солнце, если вы лечитесь. Лучше всего гулять так. Если вы мерзнете, ближе к обеду. Если вам жарко, ближе к утру. По солнцу, воде и песке. И тоже, если вы на пляже находитесь, вам надо на пляже купаться и загорать. Если вам очень жарко, ближе к утру. Когда вам уже не холодно, но еще и не так жарко. Это где-то, вот кому очень жарко, это, допустим, с 7 утра до 9. А если человек мерзнет, то ему надо купаться с 9 до 11. Но купаться с 12 и до 2 уже никому не хорошо. Потому что в это время человек перегревается. Там лечение заканчивается уже. Итак, мы с вами... Нет, надо ходить именно по земле и лучше там, где есть деревья. И даже если по снегу, то опять же по земле, где есть деревья. Если 3 часа сходишь с ребенком босиком в обуви, никаких проблем. Мы говорим о лечении сейчас, а не просто прогулке. Лечение означает босиком. Причем тут деревья, а деревья, они... Вот смотрите, есть 2 энергии спокойствия. Одна просто расслабляет и все. А другая дает правильный тонус. Если у человека неправильный тонус, он не может расслабиться. Поэтому нужны деревья. Деревья дают правильный тонус. Они вводят человека в нормальный, правильный тонус. И это дает расслабление через землю потом. По траве еще лучше. То есть трава, она дает лечение еще. Зелень. Ладно, мои хорошие, мы двигаемся вперед, иначе вообще вы заснете. Это очень тяжелое, чисто психичное. Видите, я вас не развлекаю, не паю вам, даю информацию. Вы уже устали? Нет? Поднимите руку, кто устал. Честно. От вопросов, видите, я об этом говорю, не надо лишних вопросов. Все, двигаемся вперед. Это ознакомительная лекция. Сами на практике все поймете. Лечение водой производится в ванне или оно производится на пляже. Условие такое. Когда человек хочет лечиться водой, он не должен в это время болтать, делать глупости какие-то. Он должен понять, что лечение водой означает статически более-менее неподвижный контакт. То есть можно, допустим, очень плавно плавать или просто стоять, направить лицо на солнце. Или, ну то есть быть там в очень расслабленном, спокойном состоянии. Понимаете, если человек там начинает чем-то другим заниматься, он не контактирует с водой, то никакого контакта с лечением не будет. Понимаете, нужно сосредоточиться. Это одинокое состояние. Вот некоторые говорят, а я гуляю, допустим, с ребенком по земле. Лечение означает думать о земле, а не о ребенке. Поймите такую вещь, что мы всю жизнь гуляем, смотрим на солнце, находимся на солнце не часто и не по 5-10 минут. Я вам говорю о концентрации сейчас, что если человек хочет лечиться, он должен сосредоточиться. Понимаете, если он не сосредоточился, он не будет лечиться. Это не просто сосредоточенность. Это сосредоточенность с молитвой. Допустим, вы встали в воду. Есть такие молитвы, которые как раз для чтения в воде предназначены. Представляете, введы? Человек встает, начинает такие молитвы читать, и он направляет свое внимание на солнце в это время. Это тоже молитва, обращенная к Богу, но именно в этом положении они читаются. То есть человек неподвижно стоит в воде, желательно там по грудь, по шейку, направляет свое внимание к солнцу и читает свои молитвы в своей вере. И при этом он ни о чем больше не думает. Он думает о спокойствии и любит воду. Допустим, у нас в Анапе есть фестиваль «Благость». Мы с женой каждый день туда бегаем или ходим, чтобы лечиться водой, потому что очень много напряжения, приходится там трудиться. И жена, когда прежде чем туда заходить в воду, она говорит «Любимое море, пожалуйста, дай нам возможность быть здоровыми, дай нам свою энергию здоровья и любви». И кланяться даже морю. То есть она с ним устанавливает отношения. Я, конечно, так не делаю, потому что я мужик, мне тяжело там, «Любимое море» там. Мужикам не тяжело. Но женщине легко, она вот естественно, как бы вот так вот эмоционально очень. И она смотрит на меня, говорит «Мы море любим, уважаем его». Я говорю «Да-да-да, пойдем». Ну то есть вот такое, как бы очень близкие отношения, глубокие, надо со стихией устанавливать. Не потому, что мы ему поклоняемся этой стихии, а потому что мы уважаем. Понимаете? Уважение. И некоторые говорят, «Так это и есть поклонение, это и есть идолопоклонничество». Поймите, если мы не любим то, где мы живем, место, то это означает просто невежество и все. Вот допустим, если я говорю «Родное солнышко», значит ли это, что солнышке поклоняюсь? Есть разные стадии любви. Понимаете? Есть уважение, есть почтение, есть предание. Стихии надо почитать, а предаваться надо Богу. Вот это правильное отношение уже. Потому что стихии, природа нам дают здоровье, если мы их почитаем. «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, всюду веешь на просторе». Понимаете? Вот это же древние все эти дела. То есть это не потому, что он там считает ветер Богом, а потому, что он правильное отношение установил. Понимаете, да, о чем я говорю? Или лес. Пожалуйста, вот это серьезно я вам говорю. Вы заходите в лес, пожалуйста, лес, помоги мне быть здоровым, я тебя люблю. Почтительное отношение очень. И вы там гуляете по лесу, не надо там, или слушать какую-нибудь ерунду там. Просто молитва, деревья хотя бы 20 минут. Мой хороший, хотя бы 20 минут полной концентрации. Вот деревья, природа, я вас люблю, спасибо вам большое. Обмен, благодарность и молитва в это время. И человек получает энергию деревьев. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, ну какой в этом толк? Колоссальный толк! Вы даже не представляете, какая сила в этом во всем заложена. Вы не представляете, как много можно взять. Я, понимаете, я могу это видеть все. Я когда стою вот в воде, вот эти 15 минут, я получаю заряд на весь день, чтобы с людьми работать. Я на фестивале целый день с людьми работаю, понимаете? И мне просто 20 минут в воде, вот такого настроения, хватает полностью на весь день заряда энергии. Энергией. Представляете, какая сила там оттуда идет? Мы просто ее не берем. Люди приходят на воду, чем-то там занимаются, кого-то ругают. Они не получают этого все, потому что нет концентрации. Нужна концентрация. Или вы, допустим, по берегу воды, встаньте просто на землю, если вы хотите сосредоточить, встаньте просто на землю. Смотрите на воду, смотрите на солнце. И получайте вот эту женскую энергию. Мокрый песок, как раз две стихии соединяются. Вот ваше бесплодие вылечилось. Самое главное, запомните, человек не может успокоиться без Бога. Мне нужна одиночество и молитва, отношение с Богом. Никто не должен мешать в это время. Так мы лечимся стихиями воды, когда у женщин гормональные функции нарушены, лечимся стихиями воды. Когда... Какие нарушения? Нарушение цикла, нарушение воспалительной процессы по-женски, лечение водой. Можно даже в ванне сидеть и думать вообще о воде, стихии воды. Можно думать о море, сидеть в ванне, и такое же лечение будет идти. Но если вы сидите в ванне и смотрите телевизор, лечение не будет идти. Лечение будет идти, если есть молитва и настроение правильное. Вот тогда со стихией человек контактирует правильно. Плавание в бассейне, да, но если там еще кто-то плавает, маловероятно, что вы со стихией воды правильно будете контактировать. Вы будете отвлекаться. Лучше в своей ванне, чтобы никого не было. А душ — это уже другое. Понимаете, это движение воды, нужна стоячая вода. Именно надо стоячая, чтобы вода была, иначе никого толку. Да? Во сколько? Если вы вечером в ванну ложитесь, надо в теплую ложиться, и это для расслабления психики. А если это не лечение? Лечение всегда на восходящем солнце производится, и это надо делать... Объявление. Хорошо. Лечение производится на восходящем солнце, и это делать нужно в очень сильном сосредоточенном состоянии. Ну, то есть, когда вечером мы всё просто снимаем напряжение, всё, что вечером делается, это не лечение. Лечение всегда означает — солнце восходит. Когда солнце восходит, оно даёт нам силы. Когда оно заходит, оно забирает силы, энергию забирает. Если энергия забирается, то как мы будем лечиться? Энергии же нет. Она забирается. Мы просто лишнего берём, когда вечером. А лишнего убираем из себя. Когда утром мы получаем новое, то, что нас вылечит. До 12 часов максимум лечение производится. Все лечение до 12 часов. Давайте я все-таки сейчас перейду на следующую тему. Значит, лечение воздухом мы лечимся, когда нет сил, нужно двигаться. Когда человек, вот допустим, человек говорит, у меня плохая работоспособность. На работе не могу работать, нет концентрации. Бегайте по утрам, будет концентрация. Есть такие гимнастики Цигун Ушу. Это тоже гимнастики, предназначенные для продления жизни. Это еще один метод. Смотрите, я вам сказал, есть статические упражнения. Раз, метод для продления жизни. Второй метод для продления жизни – это вода. Вода, она делает похожий эффект. Третий метод для продления жизни – это пост. Четвертый метод для продления жизни – это дыхательные упражнения в соединении с плавным движением. Это такие гимнастики, как Цигун, Ушу. Они все предназначены для тех людей, у которых страдает кровь. То есть, вторая матрешка – сосуды. Раз. И нервная система – два. Когда у человека страдают кожа, слизистые и внутренние органы, и жировые ткани – пост. Когда у человека страдают мышцы, кости, нервная система – статические упражнения – вода. Когда у человека страдают гормональные функции, не хватает счастья, депрессия и нежелание жить, отсутствие цели жизни – молитва, неподвижное положение тела. Молитва и неподвижное положение. Святые места лечат. Молитва, неподвижное положение тела, святые места. Духовная музыка. Понятно, да? Мы говорим сейчас о продлении жизни. Каждый человек в результате столкновения с временем забиваются вот эти тонкие каналы и создаются у него вот такие проблемы. Я думаю, что вот эти лекции, которые я сейчас буду читать, я буду их делить на две части. Одна часть – теория, сколько я успею. И вторая часть – это часть, которая вам будет давать счастье. Хорошо, иначе вы просто с ума сойдете. Договорились? Вот я сейчас про пост не рассказал, это будет на следующей лекции. Мы будем двигаться сколько можем. Хорошо каждый день? Вот, я вам про динамические упражнения, про цигун-ушу не рассказал, про дыхательные упражнения не рассказал. Потому что эта техническая информация требует опять напряжения мозгов. Мозги у вас уже устали, и я сейчас буду вас развлекать режимом дня. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, пополняйте правильно движения и так далее. Значит, что такое режим дня? Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, И между нами снова вдруг выросла стена. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о солнце зайдет солнце зайдет видите в этой песне есть две эмоции это даже не любительский стиль то на уровне на уровне домашней тусовки вот не зря категории людей которые слушают мои песни одним нравится что я пою неправильно они смеются а другим нравится что я пытаюсь что-то из этого выдать в общем всем нравится потому что это раз разлежает атмосферы и так смотрите две эмоции то есть тьмы скрыла пелена и между с нами снова вдруг выросла стена да что это означает это значит что наступила грусть наступила какое-то вот что-то не хватает мне в жизни и ночь пройдет наступит утро ясное знаю счастье нас с тобой ждет то есть смотри другой вариант восход означает счастье это все знают но не знают как это применять знаете что в этом в этом сочетании двух этих вот вещей заложено правильное отношение к жизни это и есть закон который или разрушает нас или нас создает все виды саморазрушения связаны с нарушением режима дня если вы хотите понять себя что с вами происходит посмотрите как вы живете если вам захотелось вставать позже значит вы уничтожаете свою жизнь у вас запустился механизм саморазрушения если вы ложитесь позже значит у вас запустился механизм к саморазрушению если вы наедаетесь на ночь значит у вас механизм саморазрушению запустился если вы передаете утром значит у вас механизм к саморазрушению запустился если вы вечером тяжело трудитесь у вас механизм саморазрушению запустился. Если вы утром суетитесь, а не молитесь и занимаетесь созерцанием, у вас механизм к саморазрушению запустился. Знайте, что человек может быть стабильным, разумным, счастливым, развитым, сильным, победоносным и удачливым только в гармонии с Солнцем и Луной. Потому что эти две штуки, как Луна, это спутник Земли, вот этот спутник Земли и Солнце являются регуляторами нашей правильной жизни. То есть они создают ту атмосферу, в которой мы находимся. Или мы не позволяем им создавать эту атмосферу. Давайте разберемся, почему мы ночью-то спим в основном, хотя в Москве многие уже ночью не спят. Почему мы в Москве все-таки ночью спим? Потому что энергия отдыха — это не что иное, как энергия Луны, чтобы вы знали. Энергия отдыха — это соединение отсутствия энергии Солнца и присутствия энергии Луны. Это дает отдых. А если увеличивается энергия Солнца и уменьшается энергия Луны, человек отдыхать не может в это время. А если даже он будет отдыхать, эффективность этого отдыха там 5-10 процентов, не больше. Потому что отдых бывает разной глубины. И на этом все основано. Понимаете, если человек хочет оптимизм в жизни получить, оптимизм получается на восходе Солнца. А если человек хочет глубокое знание получить, он должен получать его, когда Солнце и Луна находится в гармонии. Это означает, что он должен до восхода Солнца это получать. Если человек хочет что-то выучить наизусть, ему надо это делать с 7 до 9 утра. Если человек хочет что-то проработать очень активно в своем сознании, волевое усилие сделать, тогда с 9 до 12. А если человек хочет стабильно трудиться, тогда с 12 до 6. А если человек хочет наладить отношения в семье с 6 и до вечера. Если человек хочет начинать детей, тогда ночью или спать. А если человек хочет делать как хочет, тогда у него будет все делаться не так, как надо. Потому что в это время он не будет со стихиями контактировать, и у него будет получаться все плохо. Например, если человек начинает, уже Солнце восходит, и он начинает. Это утреннее время, не темное время суток, а светлое уже. Это значит, что ребенок будет чувствительным родиться. Если человек начинает днем, ребенок родится больным. Потому что когда зачатие происходит, холодная энергия нужна для синтеза, а не горячая. В этот момент происходит как раз этот контакт как бы сперматозоиды и циклетки, и в это время горячая энергия идет, и контакт этот делает ребенка болезненным. Ночью это должно происходить. Если ребенок рождается, но начинается, зачатие происходит на закате Солнца, то есть Солнце еще не ночь, а только закат, то ребенок психически неуравновешенным в результате рождается. И так далее. Понимаете, серьезные последствия того, что мы неправильно делаем. А теперь слушайте, как правильно. Когда человек, человек должен просыпаться до того, как восходит Солнце, чтобы подготовиться к восходу Солнца в своем сердце. Что значит подготовка? Это значит переработка своей судьбы. Потому что когда Солнце восходит, оно вытаскивает из глубины судьбы ту энергию, ту энергию, с помощью которой он весь день теперь будет жить. И если энергия вытаскивается на грязь, ложится, которой мы не преработали до этого, то значит эта грязь уже соединяется с нашей судьбой и называется неудачный день. Это называется неудачный день. Понимаете, не стой ноги встал. Так вот, человек должен встать раньше, чтобы в молитве очистить свое сердце, для того чтобы пустить свою жизнь к новому дню. Солнце обладает силой вытаскивать у нас из сердца карму. И поэтому, когда Солнце восходит, что люди делают? Люди, птицы, муравьи, тараканы, все, что начинают делать? Суетиться, двигаться. Допустим, вы проснулись рано, солнце не взошло, вы не знаете, что такое духовная жизнь, что такое очищение сердца, что такое настоящее счастье, что такое настоящее вера, что такое настоящее открытие в жизни, что такое самое главное время в человеческой жизни. Вы не знаете, в это время вы проснулись, рано-рано утром темно, все спят. Вы сели, Олег Геннадь сказал, надо рано вставать. Не знаю, что делать. Готовить не хочется еще что-то. Может поспать опять? Не знаю, что делать, вообще непонятно. Может подумать о чем? А, можно подумать точно. Ну хреново как-то у меня все в жизни. Хреново как-то все. Вот в это раннее утро, чем люди вообще занимаются, знаете, в это раннее утреннее время, они лежат в постели. И есть только два варианта. Первый вариант это думать о сексе или наслаждении, что одно и то же. Или печальницу. Понятно, да? Это ваша молитва. Потому что люди по-разному молятся. Некоторые люди молятся в хорошем состоянии сознания. То есть это время победы над судьбой. Когда вы уже спать не можете глубоко, но вставать тоже не хотите. Вот это вот из тома, когда мы в постели лежим. Это предназначено для победы над судьбой. Время. Не спи, вставай, кудрявая. В это время понятно? Стань пораньше, стань пораньше, стань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Ты увидишь, ты услышишь, как веселый барабанчик в руки палочки кленовые берет. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это сила утреннего времени. Она очень радостная, оптимистичная, побеждающая судьбу. Итак, если вы проснулись раньше всех, спать надо не меньше семи часов в Москве. семь часов людям, больным восемь. Раньше надо легче спать. То есть, если вы легли в десять, то встаете в пять. По крайней мере, час у вас есть точно очень эффективно помолиться. Первое, что нужно сделать, нужно обязательно помыться. Не лицо вот так вот, а надо вставать под душ, мои хорошие? Почему? Потому что, если человек под душем не постоял, его тонкое тело грязное, и он не сможет подойти к алтарю, потому что нужно снять тонкую грязь с себя. Это снимается водой. Под душем тоже можно что-нибудь молитву какие-нибудь попеть, и вы таким образом тоже очищаете свой разум с помощью молитвы, когда вы под водой стоите. Когда вы помылись, сначала человек должен сходить в туалет. Или сначала почистить рот, зубы, потом входить в туалет, и потом только мыться. Не то, что сначала помыться, а потом сходить в туалет. Когда человек входит в туалет, он опять уже загрязняет себя на тонком плане. То есть, понимаете, сначала мы чистим зубы, потом там бреемся, потом входим в туалет, потом моемся. Помылись, и дальше человек должен уже сразу идти к алтарю. Протереть его, садиться, включать голос святого человека, и молитва хотя бы полчаса. Потому что 40 минут молитвы дает возможность жить в день счастливо. Больше 40 молитвы побеждают судьбу. Больше 40 минут. Двигаемся дальше. Не будем прошифровывать молитву. Значит, вы это все сделали. Потом дальше с 7 до 9 идет время, в котором можно позавтракать. Это время, когда чуть-чуть сосет в животе, и возникает беспокойство. Солнце восходит, оно начинает двигать жизненный воздух в теле. Появляется голод внутри. Появляются мысли заботы. То есть до этого времени вы просто сидели, что-то все плохо, не знаю, что такое молитва. А потом, когда молитва закончилась ваша, в это время, когда солнце восходит, вы так раз, пора готовить. Ой, уже время много, пора готовить. Пора бегать, пора суетиться, пора там собираться на работу, пора там и так далее. Дальше, когда солнце восходит, человек начинает беспокоиться. То есть беспокойство – признак того, что запустилась судьба. Пока солнце не взошло, судьба не запускается. Это время для победы над судьбой. А когда она запустилась, уже поздно ее побеждать. Уже надо дополнительные силы и дополнительный опыт в это включать. Уже поезд тронулся. Понимаете, на полустанке уже не постоишь в это время. Надо или бежать за поездом, или в нем сидеть уже в это время. А если ты в него зашел грязный, тогда тебя оттуда выгонят. Скажут, нам такие пассажиры не нужны. Нужно очиститься до того, как поезд пошел. Так солнце запустило поезд. Что мы кушаем утром? Если вы все-таки хотите быть здоровыми и счастливыми, знайте, что утренняя пища есть и мужская, и женская. Потому что некоторые думают, что Олег Геннадьевич советует фруктики утром есть. Я же мужик. Так вот, слушайте, мужики и женщины, и все, кто сидит в зале. Утренняя пища предназначена. Сейчас меняется же, понимаете, ситуация в мире. Я, конечно, как бы не думаю, что у нас в России так сильно, как у нас все плохо в этом плане. Я буду шутить, иначе вам невозможно будет это все слушать. Итак, утреннее время предназначено для оптимизма. Есть такие продукты питания, которые как раз оптимизм человеку и дают. Если это зима, то это сухофрукты, ягоды, сушеные желательно. Это мед, это такие фрукты, как бананы, допустим, которые не сильно разгоняют энергию. Это могут быть в любой сезон апельсины, мандарины и другие сладкие цирк, трусовые. Это кисломолочные продукты, смешанные с чем-то сладким. Это сметана, может быть, а также творог, а также сыр. Тоже смешанным. Это могут быть сыр смешанный. В общем, это все смешано со сладким вкусом. Ну, то есть, это завтрак. Также орехи могут быть. Это белковая уже пища сильная. Завтрак – это пища, которая соткана только из благости. Это сладкая пища, которую я перечислил сейчас. Это все благостная пища. Она что делает? Она дает силу. Мужчине нужна сила. Значит, больше сметаны, орехи, мед, сахар. Женщине нужна энергия любви. Значит, больше ягоды, сухофрукты, мед. Можно цветочную пыльцу добавлять там и так далее. Это все тоже энергия любви, утренняя пища. Каши нельзя, потому что каши утром напрягают ум. Каша или зерно – это пища, предназначенная для дневного времени. Что она делает? Она переваривается под сильным светом солнца. Если человек зерно ест рано утром, оно ни к чему, ни к селу, ни к городу. То есть, потому что там нет… Понимаете, зерно вызревает под сильным солнцем. Если солнца нет, урожай плохой пшеницы. Зерно вызревает тогда, когда солнце очень сильное, и оно зреет именно днем зерно. Понимаете, да? Гречку можно. Гречку можно. А овсянка уже зерно, а гречка не зерно. Топленое масло. Топленое масло – супер. Итак, в утреннее время мы кушаем пищу, поднимающую энергию вверх. Гречка не поднимает энергию вверх, но ничего плохого в принципе не сделает. Энергию вверх поднимает мед, сухофрукты, орехи, топленое масло сливочное. Это все пища, которая поднимает энергию вверх, дает нам силы. И вот эта пища должна быть основа. А? Пшено. Пшено можно. Пшено можно. Это не колоссия, оно же не в колоссиях растет. А если аллергия на все сладкое, не может быть аллергия на все сладкое, такого не бывает. Вы просто выберите из три вида сахара. Человеку подходит только один, кстати, из трех видов сахара, поэтому и сахар считается ядом у врачей, потому что они разбираются в этом вопросе. Каждому человеку из трех только один видов сахара подходит. Первый вид сахара это свекольный, второй тростниковый и третий пальмовый. Можно найти сейчас в супермаркетах все эти три вида сахара. Тростниковый, коричневый, пальмовый, он такими кусками продается. Но редко кому из нас подходит вообще. Вы знакомы всем, подходит свекольный или тростниковый. Да, лен подходит утром. А рис? Рис нет, это зерно, колоссия. Все, что с колоссиями, не подходит. А? А сахар какой подходит, как понять? Возьмите сахарную пудру, в пудру перемолите сахар и понюхайте. Если он пахнет теплым, значит не подходит. Если вообще ничем не пахнет, значит подходит. Все. Теплом пахнет, тепло от пудры идет, значит не подходит. А свежесть, если идет, тогда хорошо подходит. Утреннюю пищу запомнили? Зимой надо есть не свежую, а сухую пищу. Сухофрукты там вот это. А летом нужно есть фрукты именно с утра. Овощи с утра можно, но лучше подслащенные. И овощи только над землей, не под землей. Если вы над землей, овощи надземные, тогда нормально еще с утра. Но они должны быть сладко приготовлены, сладкий вкус. Лучше фрукты есть, а не овощи. Овощи это уже исключение. Любые. А яйца это вот та пища, которую я не считаю здоровой. Поэтому я рассматриваю. Яйца, мясо. Это вы уже сами в тикаря, когда Олег Геннадьевич уже спит. Раз видите, что Олег Геннадьевич заснул, можно поесть мясо. И спать, шлечь. Но здоровья от этого уже не будет. Вот. Ладно, это шутка. Итак, двигаемся вперед. Нет, не надо вопросов, все. Потому что мы... На что умеет помазать? Вы говорите о рецептах, да, сейчас? Правда ведь? Ну, то есть вы говорите о рецептах. Мед можно смешивать с творогом. Можно смешивать с утром. Именно утром. Мед можно свешивать с фруктами. Берете, допустим, фрукты, да, берете их, режете, добавляете туда меда, кушаете. Можно... Вот знаете, я вам сейчас рецепт сделаю, у вас все вопросы пропадут. Есть такой блендер, который не сок делает, а все перемалывает в пасту. Знаете, да? Рассказываю рецепт. Берете, кидаете туда порезанные яблоки, порезанную курагу, порезанные финики без косточек, чернослив, мед. Льете туда жидкий мед. Наливаете воды. Все это перемалываете. Получается такая паста. Вы ее с утра кушаете и вперед. Мед, супер, вот этот сок, просто такой пасту, это выпиваете, вы там съедаете, у вас бодряк и супер, хватает сил на весь день. Вот вам рецепт, самый простой. А? Ягоды можно, но чтоб кислый пскус не преобладал. Мед можете просто добавлять, ну просто тепленькая водичка, можете с тепленькой водичкой мед есть, допустим, или просто ложками, как хотите. Если уж вам, как бы, сильно хочется вот чем-то смешать, смешайте. Можно ложкой. А? Кофе. Ну как вам сказать, кофе. Цикорий-то лучше, чем кофе. Но это горький вкус. Горький вкус нужен, да, это хорошо, лучше в обед, а не утром. Утром только сладкий вкус нужно есть, сладкий вкус. Двигаемся дальше, все, двигаемся дальше. Зарядки лучше всего делать, самое лучшее с 7 до 9. Лучше всего до завтрака, а не после. Завтракать можно сразу, после зарядки. Можно делать все это смещать раньше, допустим, зарядки рано утром, если времени нет, потом завтрак, и потом работа. Если так вот, вот такая последовательность. Не сначала завтракает, потом зарядка, это ничего хорошего не приведет к этому. Потом будет понос, прям на работе. Раньше всего, раньше всего. Сначала молитва, потом все остальное. Не, не обязательно связывать, никак не связывайте это с восходом солнца, связывайте с 6 утра. Все, не надо с восходом солнца связывать, никак. Все, двигаемся дальше. Значит, обед. Для русского человека, среднего пищеварения, лучше всего начинать с салата. Потом идет горячая пища и суп, и потом чуть-чуть сладкого в конце. Можно чуть-чуть тортика даже съесть в обед, ничего страшного. В конце, после питания, не слишком много. Вот, вечером, вечернее питание такое. Вечером можно есть тушеные овощи. Если у человека слишком жарко, очень жарко, он вечером тоже фрукты ест. Если человеку холодно по жизни, он вечером ест тушеные овощи. Зерно тоже вечером есть не надо. Вот, вечерняя пища не сладкая, не кислая, не острая, она просто нейтральная. Ее чуть-чуть надо подсаливать, совсем чуть-чуть подперчивать, очень мало. Вечерняя пища не должна быть слишком жирной. Она должна быть просто или овощи, или фрукты. Но лучше всего в конце, где-то за час до сна, попить горячее молоко в прикуску с медом. Или просто вечером только это есть. Если вы не наедаетесь, побольше туда топленого масла налейте, и с медом в прикуску пейте. Знаете, вот этот мед горячий с молоком, то есть мед горячее молоко с медом, это огромная сила, восстанавливающая здоровье и психику человека. Человек сразу психически расслабляет, у него успокаивается психика, снимаются все осквернения, потому что два продукта любви соединяются вместе. Мед — это продукт любви пчел. Это два самых лучших продукта на Земле. Это свежее молоко и мед. Запомните это. Когда вечером человек это пьет, он от всех на пасти избавляется. То есть вот эта пища, она благословляет его на счастливый сон и на восстановление. Сколько нужно этого пить? У всех разное пищеварение. У кого-то нет переносимости к молоку, тогда просто водичка с медом горяченькая. Да? Мед просто без молока. Тут не переносит молоко. Если вы переносите, тогда смотрите, если у вас налет на языке, не надо, значит, надо уменьшать дозу. А если вы хорошо спите, у вас все нормально, налета с утра нет, значит, вот эта доза молока горячего с медом вам подходит. Молоко не вредно для человека. Молоко вредно пить, когда солнце высоко. Оно плохо переваривается. Потому что молоко это продукт, который и создается коровой. Или рано утром, или поздно вечером. Поэтому и доят утром и вечером, потому что днем молоко плохо вырабатывается. Оно вырабатывает на заходе солнца и на восходе солнца. Понятно, да? И поэтому оно и переваривается в это время. Овощи тоже по цветам луны вызревают. Овощи растут ночью, и поэтому они вечером хорошо перевариваются, и в обед хорошо перевариваются, а не с утра. А фрукты на восходящем солнце созревают. И поэтому их кушают с утра, чтобы они переваривались до того, как солнце в зенит вошло. Точно так же переваривается, точно так же мед, он как бы, это солнечный продукт. Понятно, да? Если человек вечером ест зерно, ест мясо, если вечером наедается сильно человек, что он получает в жизни? Первое. Хронические заболевания. Два. Злокачественные опухоли. Три. Нарушается красота гормональной функции. Четыре. Нарушается сон и восстановление организма. Пять. Человек получает склонность к безволию, депрессии, и, в общем, сокращает свою продолжительность жизни. Поэтому вечером человек должен всячески стараться себя оградить от переедания. Это очень важно. Пищу надо пережевывать очень тщательно, медленно вечером, если вы кушаете, потому что ваша цель просто насытить психику. Психика насыщается медленным желанием. Если вы медленно жуете, вы наедаетесь быстрее. Вот в этом и заключает смысл. И если вам все-таки много хочется вечером кушать, кушайте одни тушеные овощи, без орехов. Орехи вечером не надо есть. Тушеные овощи, чуть-чуть масла. Можно на ночь молоко, но кисломолочные продукты вечером желательно тоже не есть. Знаете, самое лучшее масло, которое только бывает в этом мире, это сливочное масло или топленое сливочное масло. Когда вы в обед готовите, лучше больше используйте его. Оно приносит здоровье. Из всех других масел, если вы хотите использовать самые легкие масла, это кукурузное, виноградное и льняное. Если человек перегревается, ему жарко все время, лучше использовать льняное масло. Оно изнутри охлаждает, хотя снаружи может нагреть. Дальше топленое сливочное масло всем и всегда подходит. Запомните, это самое лучшее масло. Как его использовать? Нужно взять сливочное масло. И знайте, что сливочное масло, которое продают в магазинах, на 50% это вообще не сливочное масло. Это просто различные растительные жиры добавляют сюда и все прочее. Лучше всего масло покупать у тех, кто продает его с рук. Хотя они тоже могут добавлять туда какой-то там говяжий, свиной жир. Просто найдите человека, который действительно нормальный, адекватный. Насколько я понимаю, самые лучшие масла это там, где деревня просто производит, где нет слишком больших мозгов для того, чтобы технологии большие делать. Просто обычный молочный комбинат, не сильно развитый какой-то. Они, по крайней мере, не сильно пудрят мозги. И обычно это не сильно дорого стоит. Вот. Ну то есть найдите нормальное масло, килограмма два. Положите в кастрюлю, включите медленный огонь. И на этом медленном огне растопите сливочное масло. И потом там останется белый осадок снизу. И янтарная жидкость такая сверху. Эту янтарную жидкость слейте и храните в холодильнике. На ней готовьте все, что связано с тем, чтобы жарить, парить, варить там и так далее. Запомните, самая лучшая пища это печеная пища и тушеная пища. Печеная пища, она дает человеку хорошее пищеварение и хороший иммунитет. А пареная пища, то есть когда на пароварке, допустим, готовится там, и пареная пища, то есть на воде, да, готовится на воде, эта пища, она снимает напряжение, воспалительные процессы и расслабляет, успокаивает человека. Жареная пища тоже хорошо, но ее можно кушать только в обед, только немного. Она усиливает пищеварение и может его воспалительные процессы в организме вызвать. СВП, СВЧ, печь, подарите соседу или выкиньте со своего этажа. Это яд, это яд, разрушающий жизнь. Самая лучшая огонь, это огонь солнца. На втором месте стоит огонь, который происходит из дров. На третьем месте огонь каменного угля. Дальше идет огонь газа. Следующий огонь, это электрический огонь. Самый плохой, но приемлемый для того, чтобы жить нормально. Если вы пользуетесь огнем сверхвысокой частоты, этот огонь полностью разрушает здоровье. Даже разогревать пищу на нем нельзя. Это яд. Выкиньте эту СВЧ, печь, из своего дома. Ни в коем случае. Если хотите, можете дальше развить эту тему и пользуйся огнем ядерно-магнитного реактора. Там, ядерного реактора. Это следующая уже стадия, понимаете, огня. Тоже интересно попробовать. Значит, в салаты хорошо добавлять льняное масло, подсолнечное масло, кукурузное масло, оливковое масло. Да. Но еще лучше салаты делать со сметаной. Это самый лучший салат, это салат со сметаной, самый здоровый. Ну, это так, немножко про питание. Больше всего кушать надо в обед. Можно наедаться хорошо в обед. В обед солнце само переваривает пищу. Да, солнце высоко, оно само все переваривает, и вы будете здоровыми. Если вы съели много в обед, вы никогда не будете толстеть. Знаете, когда люди толстеют? Человек толстеет только с 6 вечера до 6 утра. Когда человек после 6 вечера поел плотно, в это время он толстеет. Человек худеет с 6 утра до 12 дня. Поэтому, если вы хотите похудеть, кушайте только в обед. Утром не ешьте, вечером не ешьте. Вы будете худеть очень хорошо. Хотя в обед вы можете наедаться по полной программе. Потому что утром все будет рассасываться. Утром человек худеет с утра. Как еще худеть? Можно, допустим, пить с утра свекольный сок. Свекла, она увеличивает выход жира из организма. Именно свекольный сок можно пить с утра, и тогда вы будете худеть. А какое количество водного веет? Немного. Можно подслашивать его, он тяжело пьет. Можно каждый день, да. Сельдерей? Сельдерей в обед, это корень. Мужчинам лучше есть корнеклоды, которые растут под землей. Это увеличивает мужскую силу. А женщинам лучше есть овощи, которые растут над землей. Это улучшает женские гормоны. Корни сильнее всего действуют, когда они сырые. Поэтому, если человек сырые корни ест, в салат добавляет мужчина. Сельдерей у него возможность бесплодие мужское есть вылечить очень реально. Самый лучший способ лечить мужское бесплодие, это много двигаться. Чаще всего мужчина перегревается, у него перегрев половых органов идет. Поэтому, закаливание раз, движение спорт два, и корнеклоды свежие три. Это три залога для лечения мужского бесплодия. Лечение женского бесплодия. Земля и вода раз. Овощи над землей два. И посты четыре, то есть очищение организма с помощью поста. Чтобы поправиться, нужно овощи, тушеные овощи есть по вечерам. Тогда вы поправитесь. Теперь у меня прям вопрос. Скажите, пожалуйста, вам нужны такие лекции или нет? Или мне их не читать дальше? Кто считает, что очень скучно и тяжело, поднимите руку. Никто не считает. Но эта лекция тяжелая. Это не как обычно я читаю. Вы хотите следующую такую или нет? Это просто был эксперимент. Вы получили что-то сегодня? Мы двигаемся дальше? Имейте в виду, что если ползала будет в следующий раз, я потом буду вас опять развлекать в семейной жизни. Мы с вами так договорились. У нас осталось 30 минут. Я вам расскажу сейчас что-то другое. Мы с вами немножечко продвинулись вперед по здоровой жизни. Эта тема необъятная. Я буду потихонечку дальше идти. Надеюсь, что мы с вами ее потихоньку разберем. Сейчас я хочу вам кое-что сказать другое. Немножко из другой области. Давайте поговорим с вами о злокачественной опухоли. Нормально? Основная причина злокачественной опухоли является забивание вот этих тонких каналов. Там есть три стадии забивания. Смотрите, первая стадия у человека снижается функция. Он, допустим, чувствует, что ему тяжелее ходить, стало тяжелее жить. Вторая стадия – это хронические заболевания. Четыре стадии. Третья стадия – это доброкачественные опухоли. Канал забивается, когда очень плотно, то тогда своя энергия там уже не движется в полной степени, и туда входит чужая жизнь. Доброкачественная опухоль – это уже начало вхождения другой жизни в твои ткани. Паразит туда вошел на тонком плане. Это не грубый паразит, как говорят там какие-то паразиты, это тонкие паразиты на тонком плане. И злокачественная опухоль – это когда этот паразит вошел в два канала сразу соседних. Если два канала забиваются одновременно, очень плотно, это становится причиной для злокачественной опухоли. Теперь, что побеждает эту ситуацию? Все очистительные практики побеждают. Но если человек кого-то не простил, если человек кого-то проклинает, если кого-то не простил, если человек находится в депрессии, если он кого-то ненавидит, если человек не хочет жить, то тогда даже очистительные практики не работают. Потому что вот эти вот типы мышления, которые я вам сказал, и еще мясо, потребление мяса, эти типы мышления плюс потребление мяса не дают возможности прочищать каналы слишком качественно. Понимаете, очищение идет, но вот эти вот жесткие энергии, которые как бы создают вот такой блок, и его невозможно вытащить из организма, это невозможно сделать без молитвы раз и без практики покаяния два. Поэтому самая большая ценность у человека в жизни — это практика покаяния, очищения сердца от обид, злобы и ненависти. Понимаете? Не имеет значения кому. Допустим, если вы какую-то страну ненавидите, это точно такая же ненависть, как к человеку. Потому что все виды ненависти возникают как влияние времени. Я уже говорил вам, что из четыре стадии влияния времени на человека, как бы оно ни влияло. Первая стадия. Это не наше. Или печень какая-то не такая бы, как я хотела. Она неправильно работает. Первая стадия. Это не наша страна, это не наше, это наше. Это наша вера, это не наша вера. Это наш друг семьи. То есть это не наш человек, не для нашей семьи. Это ребенок какой-то родился, не наш. Первая стадия разрушения отношений. Двене времени это вот эта стадия. Вторая стадия. Хорошие и плохие называется. У меня хорошая печень, у меня плохая печень. У меня хороший муж, плохой муж. У меня хорошие дети, плохие дети. У меня хорошая страна, это плохая страна. Это хорошая вера, плохая вера. И так далее. Движение времени разрушает эти контакты на второй стадии вот таким образом, через ощущение хорошее и плохое. Третья стадия. Друзья-враги. Это враждебная страна, дружественная страна. Это больной орган или здоровый орган. Это я своего мужа, это не мой человек, я его не люблю, он плохой человек. Понимаете, да? У меня ребенок негодяй. Понимаете, о чем я говорю или нет? Третья стадия. Это просто время так влияет, и оно создает такую ситуацию. Не то, что ребенок негодяй, не то, что страна плохая, не то, что вера плохая, не то, что муж плохой. Это все просто влияние времени. Это механика времени создает полярность. Понимаете? И четвертая стадия какая? Развод. Злокачественная опухоль в органе. Война между странами. Вражда, активная вражда между верами. С этими взрывами со всеми людей. Это четвертая стадия влияния времени. Оно может в разных пространствах влиять. Пространство веры, пространство семьи, пространство моего организма, пространство между странами и так далее. Понятно, да, система? Как лечиться? Покаянием лечиться. Нужно просить прощения и прощать. Вот чем человек должен заниматься для того, чтобы вылечить время. Плохое влияние, плохое влияние время на себя. И если время уже не влияет плохо, не будет злокачественной опухоли. У меня есть одна знакомая, вернее, как бы жила на этой земле. Ей было всего 25 лет, когда она заболела раком матки. Она молилась со всей силы. Она жила в святом месте, но все равно погибла от злокачественной опухоли. Причина этой гибели, она мне сказала перед смертью, я, говорит, все равно не простила свою мать. Я ее ненавижу. Все. Хоть молись, хоть не молись. Хоть живи, хоть постись. Хоть не постись. Хоть что делай, злокачественной опухоли не избежать. Потому что если человек не может прощать свое сердце, если не может принимать судьбу, если он не может прощать, если он не может любить, если он не может жить в мире с одним собой, с другими людьми, то он никогда не сможет победить зло. Зло побеждается в своем сердце, оно не побеждается где-то снаружи. В этом и заключается истина, которую мы должны все признать. И зло как раз и заключается в этом отношении к жизни. Допустим, у нас не такое, как надо правительство. У нас какое-то чужое правительство. У нас плохое правительство, давайте его свергнем. Четыре стадии, пожалуйста. И поэтому любовь является силой, меняющей все к лучшему. Понимаете, если мы можем любить, несмотря ни на что, значит все восстанавливается. В стране становится лучше. Понимаете, в стране начинается развитие. Мы не должны кого-то обвинять. Если мы кого-то обвиняем, значит мы разрушаем. Но это не касается тех людей, которые должны наказывать. Прокурор должен объявить срок. Правитель должен снять с должности. Страна должна защищать свои границы. Священная война означает та война, которая дает стране возможность быть крепкой, сильной. И так далее. Это все понятно. Но это касается только тех людей, которые должны выполнять эту функцию. А все остальные люди должны стремиться к миру. И тогда будет гармония в нашей земле, в нашем организме и так далее. АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы хотел услышать ваши вопросы. Совсем немного, несколько минут. Да, вот девочка. Вы? Да. Девушка. Сыровидение нужно. Если человеку очень жарко жить, у него сильное воспаление, у него сильная слабость, он ничего кушать не может, он никак не может вылечиться, ему плохо, жарко, постоянно душно. Он начинает питаться сырой пищей и выздоравливает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет. Только при сильном жаре в теле. Давайте дальше ваш вопрос. Только не выкрикивайте из зала. Вот мужчина, там вы. Покаяние как осуществляется? Покаяние как осуществляется? Вот смотрите. Человек сам не может покаяться, потому что покаяние – это всего лишь принятие. Принятие происходит при достаточной энергии силы внутри тебя. Какой энергии? Энергии Бога. Человек не может сам переварить свою судьбу. Мы можем это сделать только с помощью чистой силы святости. Поэтому человек должен сосредоточиться на святости, служить ей, думать о ней, настраиваться на нее и просто вспоминать свой позор. Ну, то есть то, что ты сделал плохого – вспоминать это, помнить об этом. И есть в этом вспоминании следующие стадии. Первая стадия. Я могу об этом думать. До этого не мог. Например, приведу пример. Люди, допустим, девушка бросила мужа, она постоит и говорит, мы расстались. Никогда человек не скажет, мы расстались, если вы бросили. Он может сказать, мне разрушили семью или меня бросили. Но если человек говорит, мы расстались, что это значит? Он не дошел до первой стадии покаяния. Это значит, он не может это вспоминать, об этом помнить. Он не может. Когда человек об этом помнит, он легко скажет, я бросила. Или было силой. Понимаете? Легко означает, у него на этой есть силы. Первая стадия покаяния – принятие. Вторая стадия покаяния – человек думает о святости, молится. Но при этом он не погружается в эту трясину своего сердца. Он молится, служит Богу, думает о Боге. В это время приходит память о поступке. И когда уже принятие есть, ты можешь хорошо, спокойно думать об этом. В этот момент приходит знание, что это плохо. До этого момента ты не знал об этом. Ты принял это, но ты не был уверен, что до конца, что это неправильно. На второй стадии четко ты знаешь, что это неправильно. У тебя нет сомнений. Третья стадия – понимание последствий. Человек продолжает молиться, вспоминает события. И тут бац, неожиданно он понял, что вот это, то, что он сделал, привлечет его вот к таким результатам в жизни, несомненно. И в этот момент, когда человек понимает последствия, он хочет вырвать из своего сердца этот грех. И дальше наступает интересная вещь. Он молится Богу, думает о Боге, и у него в сердце возникает чувство неприятия этого греха или восстания против него. И вот эта вот четвертая стадия восстания против греха, он не хочет никогда в жизни больше этого совершать. Является завершающим этапом покаяния. Человек утверждается в себе, что он так делать никогда не будет. И значит, что он от этого очистился. Светлый. 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 Видите, вопросы о молитве всегда лучше, чем о своем теле. Правда ведь? Они такие скучные. О теле тоже иногда надо говорить. Это тяжелые, скучные лекции. Ни разу по режиму дня, по питанию попросили в Питере почитать. Потом на середине лекции зал заснул. Пришлось говорить о жизни, о молитве, потому что это более глубокая тема. Ну, здоровье тоже надо обсуждать иногда. Это важно. На первом ряду. В чем ошибка, если во время молитвы укачивается, сомливость? Если во время молитвы укачивается, сомливость, недостаточный вход. Понимаете, душа – это как проводник. Это как лампочка, которая имеет вход и выход. Когда ты недостаточно вдохновлена голосом или памятью о своем наставнике. Понимаете, есть два способа. Или сильно помнить наставника во время молитвы, или святости. Или слушать. Слушать легче, чем помнить. Потому что помнить только может тот человек, у кого сильный разум и включен. А если у человека не включен разум, он не может побеждать судьбу. Ему надо слушать и вместе с ним молиться, так же, как он. Тогда вход достанавливается, человек не спит. Допустим, он повторяет. Он спит, значит, плохо слушает. Надо слушать означает повторять так же, как он. Потому что разум слушает повторением. Слушается. Разум слушается. Он слушает повторением. Допустим, ребенок, папа, говорит, вот так, сделай так. Ребенок, сделай так. Что он делает? Включает разум. Ребенок, когда повторяет за вами, он включает разум. Человек, чтобы включить разум, должен делать так же, повторять такую же интонацию, точно так же, как тот, кто молится. В этот момент включается вход, и человек бодреет. Ему легче молиться становится, потому что он, энергия вошла. Да, теперь есть другая проблема. Энергия вошла, все классно, ты бодрый, но у тебя ничего не происходит внутри. Ты не чувствуешь счастья от молитвы. Ты повторяешься, молишься, но счастья никакого нет, изменений никаких нет, прогресса никакого нет. Нарушен выход. Выход из души, два вида выхода, может быть. Первый вид выхода, я хочу всем помочь, я желаю всем счастья, я хочу всем помочь. Самый простой вид выхода, я хочу всем помочь. Этот вид выхода естественный для человека, и он дает возможность человеку опыт духовный получать в результате. И второй вид выхода, это поклонение алтарю, или святости, или твоему объекту поклонения. Когда человек поклоняется объекту поклонения, это более высокий способ выхода энергии души, и более могущественный. Он реально побеждает судьбу, но он труднодостижимый. Поэтому выберите, что вам проще. Где здесь наставник? Наставник приходит в жизнь, когда Бог этого хочет. Каждый секунду в своей жизни человек имеет наставника. Когда на вас муж кричит и говорит, ты дура такая, ничего не соображаешь, это Бог вам говорит через него. Но муж может кричать только в состоянии злобы или гнева, потому что мы близких людей не будем слушать в обычном состоянии. Но мы их и в необычном не слушаем, потому что мы наставление не хотим ни от кого принимать. Наставление всегда имеет только горький вкус. Следующий уровень наставничества — это когда человек слушает своего друга честного, он ему говорит правду. Это тоже наставление. Вот, допустим, вот когда молодой человек вот здесь, на этом ряду, он начал говорить о моих недостатках, это ведь все было правда. Это и есть правда. То есть я действительно грубоватый человек, там не всегда я говорю правильно все людям. Но это правда для меня, а не для вас. Потому что если вы слушаете эту правду от него, вы оскверняетесь в отношениях со мной. Вы не можете от меня уже истину получать, потому что эта правда разрушает ваши отношения со мной. Это правда как яд, который он, такой человек, вливает в ваши уши. Но если он наедине мне говорит эту правду, я кланяюсь к такому человеку. Потому что это для меня очень большая польза. Понимаете? Итак, правда — это то, что является следующим этапом наставления. Когда нам говорят какую-то правду про наши недостатки, это очень хорошо. Это нас развивает, дает нам возможность двигаться вперед. Следующий вид наставления — тот, который вы получаете. Когда человек еще не хочет, не готов следовать какой-то вере, он должен получать наставления от нейтрального человека, который их дает в виде лекционного материала. Этот вид наставлений тоже то, что Бог хочет. Это дается определенным уровнем людей, которые еще не готовят близкие наставления от старшего получать, но наставления им все равно нужны. Следующий вид наставления — это наставление от наставника. Это еще не духовник. Это просто старший друг. Он тебя учит жизни, но уже строго. Потому что наставления строгими не бывают. Они добрые, но в этой доброте все равно есть строгость. Потому что это правда, которую слушать трудно. Самый высокий вид наставления человек может получить, когда он очень сильно развит духовно. Это он получает себе духовный учителя, который ему говорит, ты должен жить так, и ты будешь жить так всю жизнь. Если ты этого не делаешь, значит тебе духовник не нужен. Теперь знайте, что наставник всегда и везде приходит в жизнь человека в тот момент, когда человек получает внутреннее развитие достаточное, чтобы это переваривать. Это так происходит в наших отношениях с Богом. И никакой здесь нет ни дефицита, ни дистанции. Только мы получаем внутреннюю возможность получить наставление. Немедленно мы получаем наставника. Нет никакой дистанции между нами и им. И не будет никогда. Потому что это просто зависит от нашего развития. И все. Точно так же, когда женщина достойна иметь мужа, она немедленно получает себе мужчину. Немедленно. У Бога нет никакого желания нас держать в дефиците. Когда мужчина достойен завести семью, он немедленно получает себе жену. Когда женщина достойна иметь ребенка, она немедленно получает ребенка. И когда заканчивается время, то человек немедленно об этом получает информацию. В этом мире нет никакого расстояния между нами и счастьем. Счастье находится прямо рядом с нами. И возможности все тоже находятся рядом с нами. Между нами и ими. Только наши грехи и наше невежество разделяют нас от нашей судьбы. Все. Все остальное ничего не разделяет. Нет никаких препятствий к тому, чтобы человек был счастлив на этой зиме. Кроме нашего невежества. А теперь мы будем его побеждать. Все сели прямо. Технику молитвы я уже рассказал. Мы очень внимательно слушаем старшего. И желаем всем счастья для того, чтобы из нас выходила эта сила. И когда лампочка загорится, она начнет гореть.